вскроем очередную посылку что у нас тут внутри а внутри у нас потенциометры потенциометры это вещь которая нужна допустим для усилителей для других схем для регулировки напряжения и так далее вот для приемник вроде приемки так далее вот такие потенциометры прикупил меня вообще потенциометров до этого не было я решил на алиэкспресс прикупить потенциометры сопротивление если вам видно значит увеличить может то сопротивление составляет тут написано 10 килом так сопротивление есть гайка крепежная шайба но в принципе все ручки я до этого покупал принципе их можно примерить они должны подойти здесь у меня хранятся в коробочке разные ручки разные типа покупал ссылку я дам на эти ручки они очень даже неплохие и вот они подходят не подходят да они один к одному подходят то есть вот такой у нас потенциометр с шикарной такой большой мощной ручкой да удобно приятно работать например усилитель сделать собрать для себя вот и у нас будет потенциометр эти потенциометр ручки такие же по размеру но они вот блестящие такие алюминиевые вот тоже подходит прекрасно то есть все отлично потенциометры подходит но и дешевые ручки есть такие малогабаритные тоже подходит то есть стандарт тут для этих потенциометров на так что потенциометры такие мне нужны и 10 килоом это такое распространенное сопротивление так что все нормально я решил измерить сопротивление используем наш мультиметр подключаем его это измеряем сопротивление эти крайние должны дать 10 килоом по идее так почему-то меньше да и да так это неприятно немножко давайте другой потенциометр возьмем то есть есть расхождение вот не точно так вот здесь другое дело значит это потенциометр надо то есть измерять обязательно нужно потенциометр перед их применением тоже сопротивление гуляет вот эта центральная ножка она должна плавно изменяться так тут показать 321 так 0 естественно с этой стороны до 10 кило да вот так работает это нормальное сопротивление потом я размечу их к настоящее сопротивление вот это здесь помощью маркера пермаментного маркера надо нанести настоящее сопротивление 8 и 8 килоом и буду ориентироваться по нему такое тоже сопротивление может помочь то в очередной посылки у нас в очередной посылки у нас потенциометр проволочный вот посмотрите изображение которое на потенциометре есть если вам видно то это изображение в виде зигзага это обозначает что это проволочный мощность данного потенциометра 2 ватта поэтому он этим интересен то есть считается достаточно мощный потенциометр и сопротивление регулировки 10 килоом плюс минус пять процентов это тоже такое ходовое здесь у нас вот клеммы выходные для потенциометра и самое интересное то что данные потенциометры является много оборотным то есть мы несколько раз можем крутить и соответственно посчитать можно сколько вращение он может сделать за раз для этого достаточно будет допустим маркером обозначить какую-то точку нанести и от не от нее ориентироваться и здесь тоже точку ориентируется сколько раз он пройдет давайте я посчитаю я подсчитал ровно 10 оборотов то есть 10 раз он делает 180 градусов и от одного значения от нуля до 10 килоом поворачивать то есть вот такой постепенный такой точная настройка сопротивления это второе преимущество такой потенциометр я хочу использовать для тестов для подбора сопротивления в каких-то блоках питания и других мощных таких устройствах где важно чтобы потенциометр сразу не сгорел что мы могли измерить задать определить значение сопротивления и потом можно будет уже вставить постоянный сопротивление между места потенциометра вот единственное что я не знаю как сделать вот шкалу для такого потенциометра вот пока я как говорится еще ну продаются специальные такие шкалы которые вращаются и там счетчик так считает считает но так сделать самому мне кажется это очень-очень посылку и что у нас тут у нас тут потенциометры потенциометры сопротивлением так тут обозначена 50 килоом 50 килоом если вам видно так резко сильно ведется 50 килоом сопротивление это потенциометры раз два три 4 5 раз два три 4 5 всего 10 штук 11 даже что канале что у нас тут такое у нас тут прекрасный набор подстрочечных или переменных можно сказать резисторов причем в такой замечательной коробочке небольшой и все резисторы подписаны это очень важно потому что время и много отнимает вот сортировка всяких ради детали мелких это никому не нравится поэтому такой набор можно сразу поставить на полку и до момента необходимого момента они будут там храниться и в случае необходимости вот у меня было что ремонт делал одного прибора и мне понадобилось подстрочечный резистор не мог найти кстати он в этом комплекте есть вот иногда бывает конструкторы которые вы покупаете там не хватает вот к сожалению вот подстрочечный резисторов часто бывает не докладывает у них поэтому вот как бы для этих случаях такой комплектик я купил